Он извинен, потому что он был виноват. Джонсон принес извинения и заявил, что не отдавал себе отчет в том, что участвует в вечеринке. Когда я пошел в мой сад после шести вечера 20 мая 2020 года, я лишь хотел поблагодарить своих сотрудников за их работу, а потом вернулся в свой кабинет 25 минут спустя. Я был полностью уверен в том, что это было деловое мероприятие. Эти объяснения не устроили не только депутатов, но и некоторых журналистов. Ведущие британские СМИ еще до выступления Джонсона в парламенте вышли с передовицами, в которых задают вопрос, конец ли это политической карьеры премьера. Кто-то призвал Бориса извиниться, кто-то оставить свой пост. Вопросы об отставке звучали и в парламенте. После месяцев обмана и подлога перед нами предстал человек, для которого все кончено. Единственное, что он мог сказать в ответ, это то, что он якобы не понимал, что пришел на вечеринку. Какое оскорбление народа Великобритании. Но наконец-то он признал, что пока страна сидела на карантине, в его резиденции происходили попойки. Найдет ли этот человек в себе достаточно достоинства и уйдет ли в отставку? Борис Джонсон в ответ на это еще раз извинился за произошедшее и призвал дождаться результатов служебного расследования. Ранее таблоиды распространили информацию, что всем сотрудникам Даунинг-стрит пришло приглашение на этот прием с предложением приносить собственные алкогольные напитки. Мне кажется, что он ужасно повел себя в этой ситуации. Нельзя позволять своим сотрудникам и себе самому нарушать правила, которые ты сам установил. Многим из нас было запрещено видеться с родными из-за коронавируса, а некоторым, получается, закон не писан. Они делают все, что захотят. Это возмутительно. Впрочем, как считают юристы, с точки зрения закона можно доказать, что Борис Джонсон ничего не нарушал. Например, он живет в своей резиденции, так что формально свой дом не покидал. Кроме того, на период локдауна были запрещены собрания в общественных местах. А Даунинг-стрит закрыта для публики и, следовательно, общественным местом не является. Несмотря на это, либористы и даже некоторые однопартийцы Бориса Джонсона заявляют, что будут добиваться его отставки.